Рыбакит папа рисует. Привет, друзья. Доброе утро. Мы сегодня на Гамма Раша. У нас субботник. И мы у нас как бы рисуем Японию. Японию на белом листе бумаги нарисуем сакуру. Очень просто. Рисовать будем вот такими карандашищами. Карандашами. Карандашищами. С такой вот точилкой. Мне нравится, что точилка есть в наборе. Это просто необходимо для таких карандашей. Потому что точилку больше не найдешь такой. И они большие, не потеряются. Рисуем сакуру очень просто, чтобы малыши справились. Сначала нарисуем веточку, а потом несколько цветочков. И это самое начало. Берем коричневый карандаш или черный. Любой, который хочешь карандаш. И рисуй ветку. Ветку рисую просто снизу вверх. Отсюда сюда. Я так рисую и говорю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот такая ветка у меня получилась. А теперь я еще раз рисую и возвращаюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. И вот моя ветка готова. Очень легкая ветка. Я думаю, ты справишься. И потом я криво рисовал. Как в жизни бывает. Такая вот кривая. От веточки может отходить небольшая веточка. Небольшой такой сучок. Можно тогда такой. А здесь еще один. И мы можем это нарисовать. Очень-очень нам легко это рисовать. Получилась такая веточка. Она милая, но еще не очень. Потому что мы не использовали и не рисовали цветочки. Цветочки мы будем рисовать красным. Сакура она обычно розовая. Но мы красным будем рисовать. И у нас есть еще телесный цвет. Что важно. Можно нарисовать что-то такое телесное еще. Так. Мы рисуем несколько цветочков для нашей Сакуры. Сакура такая. Мне кажется, это вишня. Великолепно. Пока что, да. Нечего сказать. Это такая, кажется, дерево вишня. Они цветут все одним разом. Целую неделю в Японии. Несколько дней. И вот мы красивые эти видим цветочки. Цветочки рисовать сложно. Я тебе советую. В этом плане не спеши. Рисовать цветочки и закрашивать их поэтапно. Здесь спешить не надо. Потому что цветочков должно быть много. И мы постараемся их нарисовать просто. Вот так вот. Четыре лепестка. Мне кажется, в Сакуре может пять лепестков. Так. Примерно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, мне четыре всегда лизает. Я думаю, четыре лепестка достаточно. И не старайся их сделать очень ровными. Старайся их просто сделать, раскрасить. Я держу очень удобный, толстый карандаш мелок. Я его буду называть. Потому что он, по сути, это такие масляные мелки в деревянной упаковке. И ребенок учится сразу держать. Именно привыкает к карандашам. Потому что карандаши – это самый лучший способ подготовить ребенка к школе. Ну, мамы, я думаю, заранее думают. Сразу немножко. Там карандашик, там карандашик появляется. Оттого, гляди, уже и любовь к карандашам. Как у меня с детства. Ну, я их еще единственное... Слюня ведь любил, чтобы они ярко рисовали. Эти слюня ведь не надо, это точно. У нас есть еще телесный цвет. Немножко можно телесным цветом покалякать. Если у тебя нет телесного цвета, то выбирай розовый цвет. Просто розовым цветом классно. У меня в наборе сейчас нет розового цвета. Но для малышей это не всегда нужно. Лучше, мне кажется, когда выбрали телесный цвет, это в 100% было лучше. Закончили? Почти. Теперь возьмем еще черный, нет, коричневый цвет. И закрасим остатки нашей дерева, веточки. Я думаю, это важная закраска, потому что тогда наша веточка будет не прозрачная, а сразу такая насыщенная, контрастная японская веточка сакуры, которую можно подарить как букетик маме. Я думаю, она будет рада. Сейчас вот все готовятся к маминому дню, и я думаю, что хороший способ нарисовать что-то интересное таким способом. А что в конце? А в конце нарисуем внизу немножечко маленький кусочек Японии. Это горизонт, это, к примеру, большая гора Фуди, в Японии такая есть. И, может быть, солнышко, которое встает в Японии, говорят первым. Но мне кажется, оно для всех людей встает первым где-то. Где бы ты ни жил, оно встает для тебя в Японии, оно встает для японцев. И они придумали вот такое дело. Такая вот у нас картина. Очень простая. Для начинающих, я думаю, для мам, для пап, для меня она идеально подходит. Старайтесь рисовать просто, старайтесь не усложнять, старайтесь не специально не зацикливаться на заведении и закрашивании, не заходить за края. Мне кажется, это, в принципе, не очень важно для первого этапа знакомства с творчеством, когда ты только научился мазать, и не надо не обводить, а просто надо рисовать. И вот уже такой, наверное, сложноватый рисунок для малыша. Но все-таки, я думаю, ты можешь попробовать. Япония славно такой сакурой. Сакуру мы сегодня рисуем в нескольких вариантах, так что будет такая сакура еще и акварелью. Но, мне кажется, для начала хорошо бы попробовать именно такими простыми рисуночками, карандашами. Я стараюсь пробовать. Сейчас я ставлю на паузу. Всех, кто на Ютубе смотрит, зову в Инстаграм. Рыбакит попрессует и Гамма Раша у нас в субботнике там проходят. Приходите, рисуйте с нами.